Здравствуйте! Вы смотрите программу Пульс дня. Мы обсуждаем новости и их последствия в студии. Наталья Быстрицкая и Данил Русаков. В Майами снесли шаткий остров многоэтажной башни, которая обрушилась в конце июня. Специалисты провели операцию через контролируемые взрывы без эвакуации жителей соседних кварталов. Их попросили не выходить из дома. Местное телевидение вело трансляцию. Шаткие обломки дома грозили обрушиться. В свою очередь экспертов беспокоили метеопрогнозы, пообещавшие ураганный ветер. На сегодня подтверждены 28 смертей. Судьба 117 человек неизвестна. Спецслужбы ведут расследование причин обрушения. Как выясняется, дому давно требовался капремонт. Мэр округа Майами-Дейт Даниэла Левенкава отметила работу спасателей. Я в восторге от храбрых мужчин и женщин из поисково-спасательных отрядов, которые работали день и ночь в течение 12 суток в любых погодных условиях. За это время успел случиться и проливной дождь, и порывистый ветер, и даже дым с огнем. Специально мобилизованные сотрудники FBI стараются собрать как можно больше документов и вещдоков для дальнейшего расследования о том, что Шамплейн Тауэр Саус требуется ремонт, было известно давно. Но члены правления, отвечавшие за эксплуатацию здания, так и не сумели прийти к согласию по поводу того, что и когда следует делать. Еще в 2018 инженер, проводивший инспекцию, выявил крупные структурные повреждения и рекомендовал незамедлительно провести необходимый, но дорогой ремонт. Но правление не торопилось, вернее, оно погрязло во внутренних спорах, в результате чего в 2019 году пятеро из семи его членов впадали в отставку, назвав причиной отчаяния от невозможности прекратить затянувшиеся дебаты. Здание просто разваливается, написал в одном из писем бывший член правления Марселла Пэна. В сентябре 2019 еще один член правления, Аннет Галдштейн, объяснила свою отставку невозможностью работать в подобных условиях. На расследование всех причин катастрофы могут уйти месяцы, хотя уже сейчас понятно, что о проблемах было известно уже несколько лет назад. На прошлой неделе президент Байден посетил серф-сайт, он провел совещание с представителями местных властей и чрезвычайных служб, встретился с участниками поисково-спасательной операции. Байден сообщил, что среди тех, кого коснулась трагедия во Флориде, граждане Европы, Израиля, стран Латинской и Центральной Америки. МИД Парагвая заявил, что среди пропавших без вести шесть граждан страны, в том числе сестра первой леди Парагвая с мужем и тремя детьми. Среди пропавших несколько десятков евреев. Местная еврейская община опубликовала список жильцов, с которыми не удалось установить связь после катастрофы. В списке 34 фамилии. Конечно же, жалко всех погибших, говорит живущий по соседству Равин Александр Калер. И продолжает, но это еврейский район, это еврейская трагедия. Госдеп ускоряет выдачу виз для членов семей пострадавших из других стран. Нынешний хозяин Белого дома также посетил импровизированный мемориал в памяти о погибших. Байден пообщался с родственниками жертв трагедии, тех, кто числится пропавшим без вести. Правда, не все остались довольны визитом официального лица. Сарая Коэн, муж и зять, которые числятся среди пропавших, объяснила, что не хочет встречаться с Байденом, поскольку его визит замедляет спасательную операцию. «Скажите ему, чтобы уезжал и поскорее», — сказала женщина журналистам. Ее однофамилица Эйви Коэн, судьба отца и дяди, который остается неизвестной, также отказала встречаться с президентом. «Я не хочу с ним разговаривать», — заявила Эйви. Обрушившийся дом был построен в 1981 году. Местные власти опровергают слухи о том, что дом находился в заброшенном состоянии. Спутниковые фотографии говорят о том, что земля под домом с годами просела, а близость к океану усугубила ситуацию. Одной из возможных причин обрушения называют работой на крыше дома. Но пока прямая причинно-следственная связь между этими обстоятельствами не подтверждена. Еще одной возможной причиной называют просадку земли под домом. Как показало исследование, проведенное учеными Международного университета Флориды, обрушившееся здание, в отличие от других подобных зданий в районе, оседало с 1993 по 1999 год на 2 мм ежегодно. Страна продолжает борьбу с коронавирусом. Доктор Фауч в воскресенье 4 июля в интервью NBC заявил, что 99% умерших в последний месяц не прошли вакцинацию. Главный инфекционист уточнил, что вакцин хватит всем желающим. Коронавирусную инфекцию он назвал общим врагом. Кроме того, по его словам, индийский штамм Дельта может вызывать более тяжелое заболевание. Данный вид вируса легче передается от человека к человеку. Ранее координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Джефф Зинс сообщил, что власти в случае ухудшения обстановки готовы включить в вакцинацию третью дозу препарата. При этом он подчеркнул, что прежде чем принимать такое решение, необходимо дождаться соответствующих данных от ученых. Профессор отделения инфекционных заболеваний в медцентре университета Вандербильта доктор Шафнер назвал невакцинированных людей фабриками по производству новых штаммов коронавируса. При этом 22 июня пресс-секретарь Белого дома Джамсаки подтвердила информацию о том, что в США не удастся вакцинировать 70% взрослого населения к 4 июля, как планировал президент. При этом в апреле газета New York Times сообщила, что почти 8% граждан, более 5 миллионов человек, вакцинировавшихся первой дозой препаратов Pfizer или Moderna, отказались от второй инъекции. Как отмечает издание, американцы пропускают вторую прививку по разным причинам. Некоторые боятся возможных побочных эффектов, другие забывают о назначенной дате. Некоторые считают, что одной инъекции достаточно для выработки долгосрочного устойчивого иммунитета. Тем не менее, Байден считает, что страна в ближайшее время победит коронавирус и не будет от него зависеть. Заявление было сделано во время праздничного выступления по случаю Дня независимости. Даря нашим усилиям по вакцинации, мы одержали верх над этим вирусом. Теперь мы можем возвращаться к нормальной жизни, наши дети могут вернуться в школу. Наша экономика возвращается к росту. Не поймите меня неправильно, коронавирус не побежден. Появились сильные мутации, такие как Дельта. Но лучшая защита – это прививка. Это самое патриотичное, что мы можем сделать. Вирус мутирует. Резюмирует Тропида. Процесс может затянуться. Ученый отметил, что усилия по распространению вакцин должны быть сосредоточены на Бразилии, Индии, Пакистане, Непале, странах Южной и Центральной Америки. Профессор вирусологии и вакцинологии в университете Коннектикута доктор Верарди выразил мнение, что странам необходимо вакцинировать по крайней мере две трети населения, чтобы достичь уровня иммунитета, который нарушит циклы передачи инфекции и, следовательно, предотвратит дополнительные волны заболевания. В штате Мичиган 30-летний ребенок скончался во сне через три дня после введения второй дозы вакцины от Pfizer. Расследованием инцидента занимаются Центры по контролю и профилактике заболеваний. Подросток не испытывал проблем со здоровьем и получил вторую дозу препарата в Милуоке 13 июня. 15 июня мальчик пожаловался на боль в животе, лег спать и умер. Было проведено вскрытие, результат которого предполагает, что его сердце было увеличено. Но официальная причина смерти пока не озвучена. Расследование может занять от трех до пяти месяцев. В конце июня сообщалось, что специалисты расширили список побочных эффектов Pfizer и Moderna. Вакцины могут приводить к миокардиту и перикардиту. Животных в зоопарке Окленда, штат Калифорния, прививают от коронавируса экспериментальным препаратом от компании Zoetis. Вакцину одобрило Министерство сельского хозяйства. В ближайшее время почти 70 зоопарков получат 11 тысяч вакцин. Первыми сотрудники вакцинировали тигров, черных медведей, медведи-гризли, горных львов и хорьков. Они в группе риска. Вскоре руководство учреждения планирует привить приматов, летучих мышей и свиней. По словам вице-президента по ветеринарным услугам зоопарка Алекс Херман, до появления вакцины животным приходилось обеспечивать социальное дистанцирование, а сотрудники для безопасности использовали улучшенные средства индивидуальной защиты. Только 8% американцев считают пандемию главной проблемой страны. Свидетельствуют результаты нового опроса Гэллоп. Это почти в два раза меньше 15% заявлявших об этом в мае. При этом увеличилась доля людей, назвавших главной проблемой страны правительство. Такой ответ дали 22% опрошенных в июне, что на 6% пунктов больше, чем месяцем ранее. Категория правительства включает в себя самые разные недовольства в связи с работой президента, Конгресса и дисфункцией законотворцев. В числе других важных проблем упоминались межрасовые отношения 11%, иммиграция 9% и экономика 9%. Рейтинг Байдена остается относительно стабильным и составил в июне 56%. При этом рейтинг Конгресса снизился, составив 26%. Это самый низкий показатель с января. Еще об одном вирусе, вирусе-вымогателе. Федеральное бюро расследований просит Конгресс увеличить объем средств, уделяемых на обеспечение кибербезопасности, на 40 миллионов долларов в следующем финансовом году. По словам Кристофера Рея, эти деньги пойдут на противодействие кибератакам с применением вирусов-вымогателей. В настоящий момент возглавляемое Реем ведомство ведет расследование в отношении более чем 100 типов программ-вымогателей. Рей также призвал тех, кто стал жертвой вирусов, не платить выкуп, поскольку это может привести к росту числа подобных кибератак. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы трубопроводной компании Colonial Pipeline с помощью вирусовымогателя, проникновение которого в систему блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую сумму. Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере 4 миллионов, чтобы вернуть доступ к данным. Президент Байден заявил, что не уверен в причастности русских к массовым хакерским атакам. Сейчас мы думаем, что это не Кремль, хотя мы сомневаемся и не уверены. Байден также сообщил, что не обсуждал инцидент с Путиным. Новое нападение произошло всего через несколько недель после встречи двух президентов в Женеве, в ходе которой они в том числе обсуждали кибербезопасность. О массовой хакерской атаке стало известно на днях. Злоумышленники атаковали компании, которые оказывают поддержку в сфере IT представителям малого и среднего бизнеса. Изначально сообщалось о 200 пострадавших фирмах, но вскоре число жертв было увеличено до тысячи. Группа Reveal, которую подозревают в массовой кибератаке, требует в среднем 70 миллионов долларов. Выкупу в биткоинах за восстановление зашифрованных данных, к слову, период атаки был выбран не случайно. 4 июля у большинства айтишников был выходной. Старший аналитик по вопросам кибербезопасности в Recorded Future Алан Лиска считает, что за атаками стоит группировка Reveal, состоящая из русскоязычных хакеров. По его словам, это уже третий случай за последнее время. Именно эту группировку подозревают в недавней атаке на крупнейшего производителя мяса – бразильскую JBS. Позже JBS признала, что заплатила хакерам выкуп в размере 11 миллионов за устранение последствий кибератаки. В интервью Wall Street Journal гендиректор JBS USA, американского подразделения компании Андре Нагейра, назвал платеж болезненным, но правильным решением. «Это было очень сложное решение лично для меня, но мы понимали, что его необходимо принять, чтобы предотвратить любой потенциальный риск для наших клиентов», – сказал Нагейра. «Выплата выкупа производилась в биткоинах». Кибератака на время остановила работу заводов, производящих почти четверть американской говядины. Она грозила разорвать цепочки поставок продуктов питания и привести к росту и без того высоких цен на продукты питания. Минюсте по горячим следам объявили о начале новой программы по борьбе с компьютерным вымогательством. В обновленной методичке, подписанной заместителем генпрокурора Лисой Манека, говорится, что все случаи хакерских атак будут расследоваться по такому же протоколу, как и акты терроризма, а в следственных действиях будут участвовать федералы. Хроника одного происшествия. Полиция штата Массачусет задержала на трассе в 20 километрах от Бостона 11 вооруженных до зубов членов банды «Сыны Свободы». Задержание произошло после многочасовых переговоров. Суверенные граждане, как они себя называют, направлялись из Род-Айленда в Мэн для прохождения тренировки. После того, как сотрудники полиции потребовали у мужчин предоставить удостоверение личности и предъявить лицензии на оружие, подозреваемые скрылись в лесополосе. Офицеры были вынуждены вызвать подкрепление и перекрыть шоссе. Лишь к утру, после продолжительных переговоров, в ходе которых лидер группировки Джамал Талиб Абдул-Абей заявил, что они не настроены против правительства, члены банды сдались властям. Я рад сообщить вам, что примерно в районе 10-15 утра мы успешно завершили нашу спецоперацию. Мы использовали сочетание переговоров и тактических маневров. В результате под стражу было помещено 9 человек. Ранее было арестовано еще 2. Эти люди сдались без инцидентов сотрудникам полиции штата. Объединяют членов группировки расистские взгляды, любовь к оружию и отказ признавать власть правительства. Ранее их судили в основном за неуплату налогов. Теперь же суверенные граждане переживают новый рассвет или ренессанс. Все федеральные органы власти, от президента до налогового инспектора, они считают незаконными. А все основополагающие документы, вроде номера социального страхования или водительских прав, просто не признают. Еще суверенные граждане отказываются платить налоги, причем не только федеральные, но и налоги своего штата. По их мысли, налоги платить должны только понаехавшие резиденты, но не коренные жители, которыми они считают только себя. Еще одна любопытная доктрина суверенных граждан заключается в том, что они верят в свое право захватывать ничейные земли и даже дома. И проживать там, опять-таки не платя никаких налогов и не оформляя никаких документов. Разумеется, суверенные граждане изо всех сил защищают право на владение оружием и обычно имеют дома серьезный боевой арсенал. Еще они враги всяческой политкорректности и полагают, что во всех бедах виноваты афроамериканцы, феминистки и евреи. У Стивена Кинга, к слову, половина маньяков списана с рядового представителя суверенных граждан. Что самое странное, в суверенные граждане стали записываться тысячи афроамериканцев, провозгласившие себя суверенными маврами. Белый расизм старожилов их не пугал. Базу для данной теории неофиты нашли в афроамериканской секте Мавританский научный храм Америки. Ее основатель, бывший цирковой фокусник Нобл Дрю Али, утверждал, что чернокожие люди являются прародителями человечества, сверхрасы древних и первыми жителями американского континента. Впервые суверенные мавры дали о себе знать осенью 2014-го. Во время беспорядка в Фергюсоне полиция арестовала двух афроамериканцев. Им инкриминировали незаконное приобретение оружия и планирование покушения на представителей власти. Оба принадлежали к новым черным пантерам. А вот адвокат этой парочки оказался именно суверенным мавром. Сегодня в движении суверенных граждан состоят представители всех рас и национальностей. Федеральное бюро расследований рассматривает суверенных граждан как одной из главных внутренних террористических угроз. Данил, а учитывая турбулентную обстановку в стране и в мире, вот эти вот суверенные, так называемые суверенные граждане будут множиться, плодиться и размножаться. И представлять еще большую угрозу. И тут на самом деле, помимо человеческого фактора, если мы говорим о катаклизмах, существуют факторы, которые от нас не зависят, мы их даже никак не можем остановить. Если в случае с подобного рода проявлениями тут для этого существует полиция и ФБР, то вот здесь уже непонятно, что делать. Внимание наших зрителей во Флориде. Нужно быть готовым. Национальный центр по ураганам во вторник. То есть сегодня предупредил, что тропический шторм Эльза, двигающийся к побережью Флориды со стороны Куба, к моменту выхода на берег может приблизиться к категории урагана. И как ожидается, уже в среду утром достигнет северного побережья Флорида, а затем двинется через юго-восток страны. По словам представителей метеорологической службы Майами, в данный момент Эльза находится примерно где-то в 105 километрах к северо-западу от Ки-Уэста во Флориде. А максимальная устойчивая скорость ветра достигает 95 километров в час. Ну и тропический шторм может осложнить усилия спасателей, которые продолжают поиски на месте рухнувшего дома. Переходим к следующей части пульса дня. Талибы продолжают захватывать все больше и больше территории Афганистана. Продолжим через пару минут.